Калуга, Нижний Новгород, добавьте сюда Баксанский, там Новороссийский, у Баптистов или Пятидесятников, разрушенные там же в Новороссийске, добавьте сюда еще сотни зданий, свидетелей Говы, которые не сделали никакого преступления, их просто явочным порядком объявили экстремистами и приняли такой беззаконный закон, их надо уничтожить. Людей законопослушных, мирных, назвали экстремистами, и причем государство вмешивается в то, что в своей конституции записало, церковь отделена от государства, в государстве нет идеологии, все религии равны, преступления нет, религия не понравилась, и ее уничтожают. Старожевая башня мне понравилась, центр там где-то в Нью-Йорке мне понравилась, представляете, какая мелкая возня, и в этом случае башни продолжаются теперь на протестантов, уничтожить и отобрать. Да, они скажут, это спор имущественно-хозяйствующих субъектов, нет, это спор идеологический, по большому счету это спор между Богом и дьяволом, и как не горько это говорить о моей родной стране, но это свидетельство, что сегодня дьявол правит бал в нашей стране. Через беззаконие, которое творится по отношению к религиозным организациям, через беззаконие, которое творится по отношению к простым людям, вы можете заметить, как давят дубинками простых людей, которые просто идут по улицам, и их бьют. И общество так смиренно говорит, ну что же власть, она имеет право, это же для того и власть. За что вы били этого человека? Павел, апостол, саввал бывший, стоит перед чиновникой две тысячи лет назад, и говорит, как вы римского гражданина бьете без суда? И у нашей власти не возникает чувства стыда, что они выглядят в этом случае как мракобесы, у которых абсолютно отсутствует чувство достоинства и чувства уважения к своей стране. Они же бьют гражданина своей страны, и у них нету чувства, что они творят беззаконие, они страну свою бьют дубинками, они страну свою растоптали, о котором говорят, мол, величественный государь, что у нас бомбы, у нас ракеты. Чушь собачья.